Здравствуйте, в эфире место встречи на телеканале Регион. Начать я хотел бы с некоторой аллегории. Когда мы берем в руки лист бумаги, по крайней мере, я, первое, что приходит в голову, что это не лист бумаги, а большой многоквартирный дом. И сегодня гость нашей студии Сергей Иванович Петров, директор ООО «Листпромстрой». Сергей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вот такая вот аналогия у меня возникает. Действительно, уже столько лет на строительном рынке Оренбуржья. Можно сказать, уже ветераны строительной отрасли в Оренбургской области. Действительно, вот лист, это вот как-то пришло, как-то навеяно было чем-то? Ну, это можно по-разному рассуждать, но говорить о том, что с чего мы начинали, почему именно лист, скорее всего, это с чистого листа. Компания не акционировалась, не приватизировалась. Эта компания просто создана как бы изначально, из ничего. И вот сегодня выросла такая. 90-е годы – это же все-таки было действительно достаточно трудное время, когда вот действительно с чистого листа приходилось начинать. То есть, и не социализмы, и капитализм какой-то зачатки. И в то же время удавалось строить дома, которые, можно сказать, нестандартные, красивые, интересные. Поделитесь секретом, как это у вас показалось. Ну, я думаю, мы не исключение, таких много. То есть, многие начинали, все начинали в 90-е годы, и различного вида бизнес. Ну, и я считаю, что основное – это… С чем это коллектив? Всегда, я всегда говорю. Люди – это основа. И желание что-то сделать. Вот этим движет все. Ну, то есть, такая собралась команда единомышленников, строителей. Ну, да, команда у нас, в принципе, очень многие ребята, с кем мы начинали, они и сегодня работают. Очень стабильная команда. Так, на вскидку можно представить, сколько у микрорайонов вы уже построили, сколько десятков тысяч метров? Ну, наверное, если точно говорить, посчитать до метра и прочее, конечно же, нет. А если так укропненно посмотреть, ну, мы уже работали, наверное, в десятках микрорайонах, построили не один миллион квадратных метров. Миллионы даже. Миллионы, да. Именно это не только жилье, как люди думают, что это жилье, но это и промышленные объекты и прочее. Ну, и так вот рассматриваем, где-то в районе, наверное, 300-350 объектов. Вы же работаете не только в Оренбурге и в Оренбургской области, да? Я так понимаю, ваша география достаточно обширна. Строительство, да? Ну, да, в принципе, если посмотреть вот за это время, когда компания начиналась. Ну, как обычно же, компании начинаются от какого-то ремонта и так далее, и потом они развиваются. На сегодня она как бы из такой вот компании превратилась в такую вот группу компаний, которые занимаются от проектирования, ведения технического надзора и заканчивая строительством любой сложности объектов. Мы работали и имеем право и сегодня работать, имеем лицензии и работали на различных объектах атомной энергетики, на объектах Минобороны, Металлургии, различные промышленности. И, соответственно, строим жилье объекта соц.быта. То есть, сектор очень такой вот расширен. Ну, такой уровень, да, действительно впечатляет, потому что те объекты, которые вы назвали, да, сфера. Ну, она и превратилась сегодня на вот в этом году мы работаем на 33 объектах на сегодня. Настройка где-то работает именно на строительных площадках около 3000 человек. Достаточно большой объем, поэтому и много объектов. Ну, я понимаю, что раз такие объекты называются, там, наверное, все-таки кадры очень квалифицированные должны быть, да? Ну, я еще раз повторюсь, что у нас многие кадры уже, вот мы работаем с 97-го года, и они работают с 97-го года. Ну, вот от руководителя до, скажем так, до камечка. Да, они очень много ребят, которые выросли. Те, которые приходили нам мастерами, которые начинали после окончания. Сегодня достаточно, они уже занимают отдельные, руководят отдельными структурами. Достаточно квалифицированы. Прошли различные виды обучения. То есть, они постоянно совершенствуют свои знания, навыки. Уже передают опыт сегодня. Как вы относитесь именно к рабочим? Потому, что вот такой стереотип сложился, что это вот гастарбайтеры на стройках. Но, насколько я понимаю, здесь надо растить, наверное. Это неверное мнение у людей. Я думаю, что основа любого дела – это коллектив, это люди. И как ты будешь к ним относиться, точно так же будут относиться они к тебе. Если говорить о том, что сегодня будут работать только люди, приезжающие с различных нам сопредельных государств, ну, серьезный объект, как бы рабочими такой квалификации ты не построишь. Ну, да, здесь больше дача, наверное. У нас тоже самые люди рабочей профессии работают с 97-го года. И очень многие сохранились. Сергей Иванович, технологии того времени и технологии сегодняшнего. Я знаю, что сейчас идет активное строительство завода, где будут выпускать новые панели. Ну, для Оренбурга новые. Но, тем не менее, вы прошли такой этап, наверное, от того, что еще осталось советской технологии, и то, что сейчас внедряется на современном этапе. Расскажите. Не, ну, конечно, я же застал те времена, которые работал еще мастером на тех строительных площадках, которые были. То есть, я-то тоже путь прошел от плотника бетонщика до сегодняшней компании. И все технологии, они же по большому счету ничего нового нет. Есть только просто развитие определенных технологий, доведение их до совершенства. И то, что сегодня говорят новые технологии о том, что крупнопанельное домостроение, эти ДСК, они просто возрождаются. Но возрождаются уже в новом качестве, с новыми технологиями. Это уже работают роботы. Вот мы сейчас будем монтировать. Там же будут работать роботы по различным видам на этой линии. А в целом это то же самое. Только доведенное до совершенства. То есть, вот эти панели строительные. Ну, конечно, это будут те же самые трехслойные панели. То есть, по сути дела, это будет мощность 100 тысяч квадратных метров в год. И это будут просто готовые здания, которые будут собираться. Они в заводских условиях, а потом на строительной площадке. Это, опять же, количество людей, которые будут работать на строительной площадке в таких более тяжелых условиях. Их гораздо будет меньше. Они будут работать в заводских условиях, готовить все эти конструкции. Соответственно, и качество будет улучшаться. И себестоимость будет уменьшаться. Вот я здесь как раз хотел спросить. В этом плане есть какие-то перспективные такие подвижки? Что, может быть, с внедрением новых технологий когда-нибудь здесь будет? Понятно, что цена квадратного метра складывается из многих составляющих. У нас не тема сейчас этой программы. Но как бы вот эти новые технологии, как по-вашему, они должны в какой-то мере когда-нибудь удешевить? Ну, я однозначно могу сказать, любые новые технологии ведут к удешевлению. В любом случае, да, вначале нужны большие инвестиции. Но в любом случае удешевление квадратного метра будет однозначно. Себестоимость этих конструкций. Когда мы уже увидим вот этот новый завод построен? Ну, часть этого завода уже в тестовом режиме работает. Вторую часть, основную 100%. Я думаю, что мы в конце августа первая продукция будет выходить. Сергей Ильич, все-таки возвращаясь к компании «Лист», то, что вы строили. Есть какой-то дом, который вам очень сильно запомнился? Может быть, понятно, что у вас перед глазами, наверное, такой целый календарск. Ну, знаете, достаточно много объектов. И каждый объект вызывает свои эмоции. Как профессионалы, допустим, строители вызывают эмоции совершенно другие, когда ты строишь какой-то завод. Ты переходишь в чистое поле, выстроил завод, и ты понимаешь, что здесь ничего не было. Но вдруг здесь трудятся несколько сот человек. Это выпускает продукция и так далее. Это определенные чувства. Когда ты построил школу, это другие чувства. Ну, знаете, честно сказать, профессиональное отходит в сторону. Но когда сдаются школы, детские сады, на душе очень приятно. Потому что там есть дети, там прочее, прочее. Как часто говорят, что вам больше всего понравилось из того, что построено. Но я бы, наверное, сказал, пока еще нет того, которое бы очень понравилось и которое бы сказал, ну, на этом хватит. Хочется, да, все время совершенства, да, каждый раз. Вообще, как бы архитектура меняется в городе, да? Конечно, время требует, чтобы все менялось. То есть, люди как бы растут, требования растут. Да и уровень жизни, давайте вышеоткровенно будем говорить, всегда улучшается, как бы мы ни говорили. И, соответственно, потребности у людей другие. И мы, соответственно, должны строить уже сегодня другого качества, других технологий. Более насыщенно различными там благами и так далее. Как, помню, когда учился в Ленинграде, у нас один офицер говорил, глядя на Зимний дворец, архитектурное излишество. То есть, вот такие вот вещи, которые украшают фасады, это у вас предусмотрено, да, наверное? Ну, конечно, это шедевры. Вот таких. Но все равно не просто панельное, как вот строили, понятно, в трудное советское время. Ну, конечно, нет. В любом случае каждое здание должно быть как-то отличаться. Та типовая серия, которая была в советские времена, ведь ее тоже можно чем-то начинить, они будут незначительны, но будут отличаться, и в каждом доме будет своя изюминка. Приятнее же смотреть на эти здания. Ну, вот дом сейчас на улице Чекалова строится. Ну, ничего в нем особенного вроде такого нету. Тем не менее смотреть очень приятно. Ну, он более такой яркий, свежий, что-то как бы вот глаз радует. Да, напротив администрации Южного округа. Сергей Иванович, ну и тем не менее, вот несмотря на то, что вы так здорово работаете на рынке недвижимости уже вот столько лет, и, слава богу, действительно у вас все хорошо, тем не менее, вот последнее время мы слышим такое словосочетание «строим вместе». Зачем нужен этот тандем с ФСК, это временно или это какой-то взгляд на будущее? Да, ну нет, я бы не сказал, что это абсолютно времени, временно, ну давайте так, любой бизнес, он развивается. То есть, как бы каждый начинает сначала там определенно только с узкой группой лиц, определенно только сам хочу строить и так далее. Но приходит время, когда объединение. Но это ничего нового нету, мы достаточно давно уже с партнерами работаем вместе, это порядка 10 лет. И ФСК – это как бы одна из структур, куда входит лист. То есть, ничего тут нового особого нет, но здесь просто будет объединение интересов и заказчиков, застройщиков, финансов и строителей. Здесь объединение и интеллектуального труда, здесь объединение финансов, здесь объединение строителей, чтобы здесь как бы технологии тоже работали на эту компанию, на это объединение. И когда… Мы же не забыли те старые времена, когда были 2007 год, 2008 год сложные. Да, вот этот кризис. Да, это позволяет более как бы четко, более успешно быть на рынке в любые времена. И в хорошие времена, и в плохие времена. Да, мы сейчас знаем, что у нас времена непростые. Ну да, конечно, понимаем, что не особо сегодня хорошо на международной арене. Вопрос, который, наверное, волнует многих телезрителей – это действительно, когда появляются новые красивые дома, новые микрорайоны. Это инфраструктура, которая закладывается вокруг этого здания. Сегодня очень актуален вопрос. Евгений Николаевич Мочеряков недавно тоже был здесь в этой студии. Это вопрос парковок автомобилей возле дома. Это вопрос обустройства какой-то территории. Как вот компания «Лист» к этому подходит? Вы закладываете как-то в ум своих архитекторов, инженеров? Ну, вот давайте так. Вот все, что мы сдаем в этом году. А мы здесь сдаем в этом году только жилье порядка 120 тысяч квадратных метров. Нет ни одного дома, в котором нет парковки. Это принципиальное решение компании для того, чтобы мы, когда сдаем дома, должны быть обязательно парковочные места. Да, они сегодня, может быть, не совсем востребованы. Люди сегодня еще не привыкли к тому, что приобретать парковки, допустим, проще сегодня взять и поставить машину во дворе. Но не важно, что там никто не проедет. Пока такой еще менталитет. Но я думаю, что в ближайший год-два-три это изменится. И, соответственно, там уже дома-то построены, парковки есть. Ради бога, пожалуйста, вот в это время и будет место, где поставить свой любимый автомобиль. Вот если взять город Оренбург, куда вы развиваетесь? В какое направление? Северо-восток, центральная застройка. То есть, есть какие-то районы, которые вы думаете развивать в ближайшие годы? Ну, в основном, конечно, сейчас идет это северный микрорайон, это 17-й микрорайон, 16-й микрорайон, 15-й микрорайон. Да и практически сейчас все там застраивают. Но я считаю, что всегда для города, конечно, нужно однозначно рассматривать центральную часть. Город Оренбург ничем не отличается от других городов, и мы видим, что в центральной части достаточно очень много ветхого жилья. Как-то этим тоже надо заниматься. Мы рассматриваем в 10-м микрорайоне, прорабатываем, как бы там дальше продолжить вот этот вот снос и заниматься строительством и вот это вот сносом ветхого жилья. Ну, да, но это, в общем-то, благое дело получается, потому что это практически федеральная программа, да? Ну, в принципе, да. Большое вам спасибо. Напомню, что гостем в студии был директор ООО «Лист промстрой» Сергей Иванович Петров. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнали Симон.